Здесь материал, который я сегодня буду давать, это материал известного бизнес-тренера Тома Шрайтера, просто немного переработанный под нашу работу, будем приводить какие-то примеры. Ну и прежде всего, как бы перекинем весь этот материал на себя, будем говорить про цвета людей и попробуем определить прежде всего, какого цвета каждый из нас с вами. Все, начинаем нашу презентацию. Слова Тома Шрайтера. Ничто не сможет усовершенствовать наш бизнес до тех пор, пока мы не научимся разговаривать с людьми на одном языке. Я думаю, что вы с этим согласны. Для наших потенциальных клиентов или кандидатов, которых мы приглашаем в наш бизнес, когда мы с ними разговариваем о нашем бизнесе, Наташа, попробуйте перезайти, напишите, пожалуйста, Наташа, потому что если она не слышит, она меня не услышит. Разговариваем о нашем бизнесе, это все звучит так, будто мы с вами общаемся на иностранном языке, то есть люди нас не понимают, именно поэтому они не говорят нам «да». Ну и как показывает наш опыт и практика, я думаю, что вы со мной согласитесь. Так, у кого еще не видно и не слышно? Венера не видно, теперь не слышно. Давайте проверять связь. Сейчас я прибавлю звук. Вот так вот звук прибавила. Проверяйте, насколько слышно, насколько видно. Венера, пробуйте зайти через другого браузера. Больше ничего приложить не смогу, потому что у меня все показатели в норме. Ответьте мне, продолжать или что-то надо сделать? Перезайти, перезагрузиться? Да, я вебинар веду. Все отлично. Все отлично. У Натали все отлично, Ирина слышит и видит. Все. Все. Перезаходите. Значит, еще раз. Том Шрайтер говорит о том, что в большинстве своем, когда мы даем презентацию человеку, когда мы ему делаем это предложение, 90%, а то и больше, человек нас не понимает. Как это ни странно звучит. И если его спросить, что он услышал и как он понял вообще суть нашего бизнеса, он говорит абсолютно не те вещи, о которых я ему доносила, о которых я ему говорила. И это факт. Ну, сами себя вспомните, когда вы первый раз слышали презентацию от человека, который вам ее давал, на сколько процентов вы поняли, о чем идет речь. Ну, вот, напишите мне. Насколько вы сами поняли, о чем идет речь презентация. Ну, и, соответственно, вопрос и, как бы, да, желание такое. Естественно, хочется выучить тот секретный язык, который позволит разговаривать с людьми на одном языке. Да, вот этот секретный язык, он мгновенно проникает, мало что поняла Оксана, да, он мгновенно проникает в разум и в сердце. Нам всем хочется обладать таким языком, как в сказках, да, понимать язык животных, например. Какова же задача наша, что мы хотим? А мы хотим, чтобы всего лишь употребив три или четыре фразы или предложения, люди соглашались с нами, соглашались либо прослушать наше предложение, либо принимали уже наше предложение. Вот было бы здорово, да, то есть много не говорим, сказали три-четыре фразы, и человек уже нас понял и принял положительное решение. Вот к этому мы и стремимся, и вот об этом сегодня будем говорить. Вообще все люди делятся на четыре цвета. Ну, Тон Шрайтер и так их поделил, и мы знаем, что много на самом деле делений есть, да, там кинестетики, визуалы есть, вот такое деление по способу восприятия мира, способу восприятия информации. Вот, и вот это вот, если торчит, и вот это вот разделение по цветам тоже интересное достаточно. И мы сегодня про каждый цвет с вами поговорим, и вы определите, какого цвета вы. Вот я вам предлагаю сейчас прослушивать этот вебинар с практической стороны. На листочке у вас перед всеми наверняка есть какой-то листок бумаги, либо блокнот. Расчерчите вот так, да, по цветам, там четыре столбца сделайте, желтый, синий, красный, зеленый. И про каждый цвет я сейчас буду говорить, характеристики. Если вы слышите то, что я говорю про вас, да, когда я, например, говорю по какой-то определенный цвет, вы ставьте плюсик. То есть вот сейчас будем говорить про желтые, вы слышите, это вам качество подходит, да, то есть это вас характеризует, ставьте плюсик. Еще услышали похожие, ставьте плюсик. Про зеленых, про синих будем говорить, ставьте плюсики. Минусы ставить не надо, то есть мы пока будем ориентироваться на то, что подходит именно вам. Так, девчонки выясняют, кому видно, кому не видно. Поняли, да, что нужно сделать? Это, девчонки, я не отвлекаюсь, давайте как-то со звуком сами разбирайтесь, потому что в вебинарной комнате все хорошо. Все хорошо. Если у большинства не слышно и не видно, дайте мне знать, значит, мы будем как-то решать этот вопрос. Все, приготовьтесь, напишите там, разделите колоночками, и мы с вами будем сейчас работать. Ну, и первое, это желтые. Так, кто же такие желтые? Желтые – это самые любимые люди в команде. Их все любят, да, если не в команде, они пока у вас еще, то они, в принципе, по жизни, они любимые. Они теплые, они добродушные, к ним душа тянется, да, с ними хочется общаться, то есть в основном их основная мотивация, да, это делать для других, не для себя, а для других. Деньги их мало интересуют, их интересует помощь другим людям. То есть это вот первый такой серьезный показатель желтых. Это профессиональные обнимальщики. То есть готовы обнимать всех и вся, знакомых и незнакомых людей. Вот я недавно с такой женщиной познакомилась. То есть, ну, понимая, когда ты встречаешься с такими людьми, ты понимаешь, что ты не такой, да, что это другая категория людей. То есть они легко это делают, они легко идут вот на такой контакт, даже телесный, потому что есть люди, у которых есть обременчение, есть некая зона комфорта. Если кто-то нарушает эту зону комфорта, то есть приближается к тебе слишком близко, ты уже чувствуешь некий дискомфорт, да. Вот у желтых такого дискомфорта нет абсолютно. Они свою зону, зону доступа допускают абсолютно всех, да. Дальше. Они не будут и не хотят навязывать своего мнения другим. Они не дают распоряжений. То есть они не говорят людям, что им нужно делать и что им не нужно делать. Этих людей любят все. Они самые любимые люди в команде. Так, ребят, ну что со звуком? А вот так. Возможно, что у меня здесь может быть что-то. Как со звуком? Девочки, давайте еще раз проверим, потому что вижу, что беспокоится народ. Венера, хорошо слышно. Вот пока говорю, вы мне пишите, да. Говорю, говорю, говорю. Раз, 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 раз. Все хорошо, отлично. Все. Нашел кто-то здесь свои качества, вот в этих качествах? Не думайте, что у вас должно быть только, ну, как бы, либо только желтые, либо только зеленые, да. И те и другие качества в них, в нас присутствуют в какой-то степени. Кто-то нашел себя, ну, по каким-то качествам? Есть такие? Ну, для меня этот однозначный образ Татьяны Мещеряковой, да, это вот она. То есть она, мне кажется, она стопроцентный желтый человек. И, да, отлично, нашли. Вот, то есть мы охарактеризовали с вами желтого человечка. Еще раз повторяюсь, делают для других в основном. Обнимают и любят всех, не будут навязывать своего мнения, не дают, ну, как бы, не дают распоряжений. Их любят, они самые любимые люди в команде. Да. Вот. Хорошо, охарактеризовали желтого человека. Поехали дальше. Следующий цвет – это синий. Это человек-праздник, это человек-вечеринка, да, человек-веселье. Он очень любит какие-то тусовки, там, я не знаю, дискотеки, корпоративы, путешествия, приключения. Он любит пробовать новые, он любит общаться, невероятно любит общаться с новыми людьми. Он не боится общения с новыми людьми. Он обожает разговаривать и говорить все время. Он не слушает других, и это не потому, что он плохой, а потому, что у него думалка работает 200 километров в час, да, то есть он уже, он опережает, и ему становится скучно. Он теряет вот эту вот нить, поэтому он не слышит других людей. Они по этой же причине, эти люди являются невнимательными, непоследовательными, да, их не беспокоят отказы абсолютно, то есть они абсолютно, как бы, к ним относятся спокойно. Могут говорить с кем угодно, то есть здесь тоже у них нет никаких преград, там, человек по статусу выше или как-то он там чем-то занят, то есть у них вот таких преград нет, они не думают. Из-за других они легко общаются со всеми. Если есть такой человек в команде, а здесь вот важный момент, если такой человек в команде есть, он приглашает большое количество людей. То есть вот благодаря этому человеку в команду приходит самое большое количество людей, потому что он приглашает их легко. Но здесь важно проследить, чтобы его люди потом не остались без внимания, потому что, ну, по той причине, что он уже в процессе, да, он уже бежит вперед, те люди могут остаться забытыми, которых он пригласил. И сейчас обращаюсь просто к лидерам, да и к спонсорам, которые приглашают людей. Следите, смотрите, чтобы люди, которых он пригласил, не остались без внимания, чтобы этих людей кто-то сопровождал, кто-то с ними работал. Это очень важно. Так, дальше. Ну, давайте сейчас вот про себя. Ирина начала характеризовать. Давайте про себя. Свои качества здесь какие-то увидели, значит, ставьте. Сколько увидели, сколько плюсиков вы поставите в той колонке, где у вас синие. Тестов никаких не будет. Вот этот тот тест, он у нас будет в процессе всего вебинара, да, поэтому не упустите, проставляйте, проставляйте эти плюсики. То есть вот он такой живчик, вот этот человек. Яркий, активный, и его сразу видно в общении. Он говорит и говорит, и говорит, и говорит, и говорит, и говорит, и говорит. Но говорится не может, да, и вы не можете слово вставить в его разговор, да, потому что он уже убежал вперед, и, собственно говоря, понимаете, что он вас не слышит все равно. Так, хорошо, нашли. Ну да, конечно, интересно, конечно. Красный. Красный – это прекрасный, да, то есть это лидер однозначно. И даже уже такой есть, ну, как синоним, что ли, да, то есть красный лидер. Лидер красный. Это люди управляют, возглавляют процесс. Они, вот они говорят, что делать, что и кому, да, так, тебе лучше встать сюда, тебе вот сюда, тебе заняться сейчас нужно этим, а тебе вот этим. То есть стоит его попасть куда-то вот в коллектив, в организацию, он все расставляет по своим местам, так, как считает нужным. Они очень хорошие организаторы, командиры такие, да, ну, не просто командиры, они действительно хорошие организаторы. Эти люди зациклены на деньгах. И именно эти люди зарабатывают большее количество денег в командах, в сетевых организациях. Любят конкуренцию. Вот его можно мотивировать, такого человека достаточно легко мотивировать тем, что если его подзвести, да, или показать какой-то пример, что вот в этой структуре там такой-то лидер пригласил в этом каталоге такое-то количество людей, или такое-то количество денег он в этом каталоге заработал, да, там ори рублей, вот мы сейчас показываем, да, слайдер выставляем с теми лидерами, которые зарабатывают большое количество денег, и красные, я уверена, чешутся, потому что для них это важно, это конкуренция, и они, безусловно, хотят быть впереди планеты всей, и они будут стараться ради этого, чтобы, ну, здесь и признание очень важно, да, и деньги сами по себе для них на первом месте. Их вопрос звучит следующим образом. Когда, например, проводите вы для такого человека презентацию, очень часто человек, я тоже сталкивалась с этим, тормозит вас и говорит, давайте по сути, да, скажите мне, сколько мне нужно, я здесь все поняла, сколько мне нужно пригласить людей, или там сколько мне нужно, какой товарооборот мне нужно организовать, чтобы я заработала свой миллион, ну, грубо говоря, да, там первую тысячу долларов, предположим, вот. Это говорит о том, что перед вами красный, что перед вами лидер. Подставили плюсики, здесь все понятно. Кто-то, кто-то себя узнал? Есть у нас красный, есть. Так, все, поехали дальше. Зеленые. Зеленые. Зеленые это... Зеленые это... Это люди скучные, достаточно. Почему? Потому что они... Это ваши бухгалтера, ваши организации, как можно, как угодно можно, там, бухгалтерами в вашей организации, инженерами, да, исследователями какими-то. У них все на логике построено. У них должно быть все логично. Одно должно следовать из другого. Они все просчитывают, они все изучают, они везде копают, да, изучают весь материал. То есть они вот такие исследователи. И пока они все не изучат, они к делу не приступят. Долго принимают решения. Во-первых, с этими зелеными у вас получается самая долгая презентация, потому что он много задает вопросов, он копает глубже и глубже, да. Задал один вопрос, из него вытекают у него следующие вопросы, и так далее, и так далее. И в итоге он вам говорит, спасибо, да, спасибо за вашу информацию. Мне нужно где-то 3-4 недельки, чтобы я все изучила, обдумываю, да, чтобы почитать какую-то информацию. Там может быть сайт ваш посмотреть, книги, может быть, прочитать, прости вам ответить. И тогда я буду готов дать вам ответ. Вот. То есть это вот такие люди. Они одиночки, эти люди, да, то есть им сложно, достаточно сложно в коллективе быть. И эти люди любят работать с информацией. Это книги, компьютер, да, там с компьютера какая-то информация, от людей какую-то информацию черпают, вот с теми, с кем общаются, с кем находят общий язык, с такими же зелеными. И, да, они являются антиобнимальщиками. То есть если к этому человеку потянуться и приобнять его, вы почувствуете, как он похолодел, как он стал таким каменным, да, потому что ему очень некомфортно, когда в его зону, вот этого ближайшего, в ближайшую зону кто-то внедряется. Кто же, кто зеленый, да, я, наверное, вот. То есть они являются антиобнимальщиками. Это вот зелененькие такие. И допускают свою зону комфорта редко, да, только таких, на их взгляд, таких проверенных людей. Вот. Это зеленые. Это у нас с вами последняя категория, по-моему, да, уже четвертая. Я надеюсь, что вы все отметили, все свои плюсики проставили. Ну и такой пример хочу вам. На таком примере еще раз разобрать все эти четыре категории. Вот, например, возьмем объятие, да, что я, в принципе, как я, в принципе, уже и сказала. Если обнять человека, если он желтый, то он с удовольствием будет с вами обниматься не один раз, да, то есть если вы к нему потянулись, и он и так вас обнимет, и так обнимет, и поцелует еще. Если этот человек является синим, он тоже не против, он скажет, что прикольно, классно, весело. Да, то есть ему тоже так интересно. Если это будет зеленый человек, то он, скорее всего, ну, как бы отстранится, да, немножко, как я и сказала. Или он может так сказать, а что насчет желтых, да, это по их части, не ко мне с обнимашками. А красные, у красных, можно, я утрирую немножко, да, но у красных может возникнуть такой вопрос, а что мне за это будет, да, то есть за ваши такие обнимашки, что мне за это будет. И когда красные попадают вообще в такую среду, где преобладают желтые, у него часто складывается мнение, что он попал в палату номер 6. То есть еще непонятно, что происходит, да, что-то все обнимаются, целуются, говорим про деньги, а здесь вот непонятно, что творится. Это вот такой пример с объятиями. Возьмем другой пример. Когда людям вручают подарок, приз. Не подарок, а приз, да, за сделанную работу. Если этот приз дарит желтым, он что говорит? Спасибо, но в основном это не моя заслуга, да, это вот Петя Иванов и Маша Свиридова, да, это вот они постарались, я благодаря им, ну, то же самое, когда, например, поздравлять с уровнем с каким-то этих людей, они в первую очередь кого благодарят? Благодарят свою команду. Я очень вам признательна и так далее. Это желтенькие, это желтенькие так принимают приз. Если говорить про красных, то красные принимают этот приз с гордостью, с уверенностью, и говорят, я молодец. Я молодец в первую очередь, да, я так вот сработала, что получаю вот этот приз. Это красное. Если говорить про зеленых, то мы можем вообще его не увидеть при вручении приза, потому что он занят другими делами. Он что-то считает, читает, рассчитывает, подсчитывает и так далее. И даже если ему приходится забирать там на присутствие людей какой-то свой подарок, какую-то свою награду, то есть его признают и вызывают на сцену, он чувствует себя неловко, ему как-то некомфортно. Ну и, соответственно, если это синие, он начинает рассказывать историю, как же это было здорово получать, не получать, а двигаться вот по этому пути, вот к этой награде, да, как это было весело и так далее. То есть это синенькие. Это еще один такой пример, но чтобы была картинка более ясна. И вы где-то себя, может быть, узнаете, где-то, может быть, узнаете кого-то из своей команды. И тоже еще хороший пример такой с банкетом. Заходит в банкетный зал. Если заходит в банкетный зал желтый, куда он садится, где он находит свое место? Он не садится за стол, где много людей, он садится за тот столик, где сидит какой-нибудь один несчастный, тихий человек. Он к нему не подсаживается, берет его за руку, говорит, я знаю, тебе нужен друг. Ну, утрирую опять, да, но как-то так. То есть его, он выполняет опять же здесь свою миссию быть полезным для кого-то. Если в зал заходит красный, да, он всех рассаживает по местам. То есть он заходит и говорит, что-то как-то здесь не так поставили, да, вот здесь надо вот так, а вот здесь вот так, вот вы сюда давайте, а вы сюда. То есть все расставил по местам. Если заходит зеленый, он выбирает темный уголок, дальний темный уголок, где он может спокойно либо почитать книгу, ну, чтобы время зря не тратить, да, потому что банкет для него это зря потраченное время. Либо почитать книгу, либо поработать там за компьютером. Это зелененький, да. И если заходит синий, он однозначно всаживается вот в самую гущу, да, предположим, там люди сидят за столом, и есть одно свободное место, вот он туда прямо метит. Ему туда надо, потому что ему нужно вариться вот в этом вот, в этом веселье и во всем. Это примеры для того, чтобы лучше понять, кто такие эти желтые, зеленые, красные и синие. Кто же вы? Кто-то определился? Кто определился? Можете сказать я или там написать, кто вы. Как можно определиться? Смотрите, там, где у вас больше плюсиков, соответственно, вот любой цвет, он преобладает у нас. Вот какой-то из цветов у нас преобладает, то есть там больше этого цвета. Если кто-то будет утверждать, что во мне всех цветов понемногу, то это не мои слова, да, это слова Тома Шрайтера, здесь пахнет шизофренией, потому что, как он утверждает, такого не может быть. То есть, все прослушала. Ну чего, Ксюша, будь в записи, послушаешь. Да, кроме Ирины, никто больше не определился? Только Ирина определилась? Девчат, кто со мной? Ага. То есть, вы все равно не пишете один цвет, да? Все равно пишете два. А есть люди, которым кажется, что, возможно, их лучше оценят со стороны. Татьяна, боюсь даже повторять, что сказал про этот случай Том Шрайтер. Красного ноль. А, красное отсутствует. Ага. Все-таки, я хочу еще раз сказать, да, один цвет преобладает. Вот этого цвета у вас больше. Если кто-то может сказать, что я не знаю, да, может быть, вы мне подскажете, какого я цвета. Есть такие люди, которые бы хотели... Синий слайд вернуть. Ну давайте. Да, со стороны хотелось бы узнать. Если есть такие люди, которым хочется узнать со стороны, то у вас, возможно, преобладает желтый цвет. Если есть такие люди. А есть, которые вообще не смогли определить. Есть люди, которые вообще не смогли определить свой цвет. Есть такие? Таких нет. Это значит, что у нас нет синих. Потому что, ну, шучу, конечно, да. Синие. Синие не слушают, поэтому определить не могут. Вот Ксения забежала... А, поздно забежала она. Синий подходит. Хорошо. У красного, смотрите как, у него примеси, скорее всего... У красного примеси не будет. Он считает, что красный – это самый лучший цвет, и что другие цвета будут его разбавлять, и они ему не нужны. То есть я номер один. Я красный. Не пропустила. А зеленые... Возможно, да, знаете что? Возможно, кому-то не хватило информации. Вот кому не хватило информации здесь? Чтобы для того, чтобы определить себя. Есть такие у нас люди, кому не хватило информации, чтобы себя определить? Ум? Мне не хватило. Значит, присутствует зеленый в твоей натуре. Потому что зеленым, как правило, не хватает информации. Им ее мало. Им хочется больше покопаться в тонкостях, разобраться в деталях. И он говорит, что... Ну... Радужного нет, да. Нет радужного. И он говорит, что информации маловато, я еще сам посмотрю, да, покопаюсь и сам себя определю. Ну, это, конечно, все так утрировано, но тем не менее, вы сейчас более или менее определились, какой цвет у вас преобладает. Два цвета, которые рвутся вперед. Вот для тех людей, которые сомневаются, затрудняются в выборе, давайте еще одну подсказку. Есть два цвета, которые рвутся вперед. Это синий и красный. Вот если вы являетесь таким человеком, я имею в виду стремящимся вперед всегда, да, к какой-то активности, к какой-то деятельности, к каким-то изменениям, то вы либо красный, либо синий. Однозначно, да. И остается, соответственно, желтый и зеленый. То есть вот, если из группы людей, которые не могли определиться, они сейчас определились, что они красный или синий, если не определились, то если вы не красный, не синий, то остается желтый и зеленый, да. Для желтых и зеленых тоже есть хороший тест. Попробуйте кого-то обнять, и вы поймете. Ну, я имею в виду, обнять незнакомого, ну, мало знакомого вам человека. Когда вы встречаетесь, например, в офисе, да, и приходит новичок, подойдите и обнимите его, и вы точно поймете, какого бы цвета. И он заодно определится сразу, какого цвета он. Это хороший тест, который помогает. У нас Татьяна в офисе была, я помню, как индикатор такой, да, потому что она всех обнимала. И для кого-то это норма, для кого-то это, я говорю, это не является нормой, да, тот, возможно, ему бежит. Ну, это вот такой хороший тест. Дальше. Это мы с вами определились, но нам же важно еще определить наших кандидатов, для того, чтобы найти язык, для того, чтобы найти общий язык, и чтобы этот человек понимал нас, там, буквально с нескольких фраз, да, принимал наше предложение. Нам нужно научиться определять цвет этого человека. Как его определить, если мы человека видим в первый раз, да? Вот этот навык секретного языка, этот язык называется секретным не зря, потому что вы можете при этом на самом деле и не говорить ничего. Для того, чтобы определить цвет человека, не всегда нужно разговаривать. Навык этого секретного языка приобретается через практику. И слава богу, у нас этой практики здесь достаточно, да, потому что мы с вами каждый день проводим собеседование. И если относиться к этому легко, как к эксперименту, да, как к игре какой-то, вы начнете, во-первых, легче к этому относиться, легче относиться к отказам и смотреть на это как на некую игру. Ну и тем самым приобретать незаменимый опыт, бесценный вот такой опыт и становиться более профессиональнее с каждой такой презентацией. Что же рекомендуется и как научиться этому секретному языку? Когда вы встречаетесь, когда вы разговариваете с человеком первый раз, да, первые две-три минуты поговорите с ним ни о чем. Ну, о чем мы можем поговорить с незнакомым человеком? С чего я начинаю разговор, да? Я немного говорю о себе. Ну, я думаю, что это правила, такие приличия, да, потому что я вторглась уже человеку, человеку с какой-то своей информацией, с каким-то своим предложением. Я представляю, говорю несколько минут о себе, тем самым я его располагаю к тому же самому. И вот он немного рассказывает о себе. И уже по этому разговору, задавая еще, возможно, какие-то вопросы, да, где вы работали, как вам ваша работа, сколько у вас деток, да, ну, как, вот, по ходу какие-то разговоры, вопросы же возникают, вы уже улавливаете те или иные моменты, которые подсказывают вам, какого человек цвета. Вот, как вообще, если человек чувствует достаточно тонко, то, в принципе, сразу, прям вот с первых секунд разговора, понятно, расположен к вам человек или нет, расположен он, говорит, или нет, да, это уже о многом говорит. Зеленый всегда насторожен, всегда насторожен. Желтый расположен сразу, да, то есть, и, возможно, что и улыбаться он будет, даже если вы по телефону разговариваете. Вот, синий тоже достаточно легок, да, вообще не такой весельчак. Так, красный будет слушать вас немножко с напрягом вначале, потому что ему нужна суть. Воды он, ну, как бы, не терпит. И вот в эти 2-3 минутки важно быть внимательным, да, постараться определить, какого цвета ваш собеседник по тем или иным показателям. И вы даже можете после каждого такого разговора, после каждого такого собеседования, я понимаю, что по телефону это сложнее, но, тем не менее, возможно, после каждого такого собеседования вы делаете себе пометочки, да, там Маша Климова вот сегодня разговаривала, мне показалось, что она синяя. Почему? Потому что там то-то, 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 ну, по каким-то там показателям. Вы поговорили ни о чем, и после этого вы даете мини-презентацию, вот на его языке стараетесь, да, то есть, если желтому неинтересны деньги, он не будет слушать, и его не зацепит информация о деньгах. Если вы понимаете, что это желтый, значит, вы ему о чем будете говорить? О том, как наш бизнес или как наш продукт решает проблему людей, да. Если это синий, вы чем его можете зацепить? Корпоративы, путешествия, поездки, банкеты, да, вот все, что нравится синим. И вы рассказываете, что здесь этого предостаточно. Это уникальность нашей компании, что есть все для всех цветов, да. Если это красный, конечно, о деньгах. И вы говорите ему о том, что для вас это сейчас, в принципе, для любого человека, это уникальная возможность заработать ту сумму денег, которая вам необходима, которой вы достойны, да, для того, чтобы реализовать самую невероятную свою мечту. И фактами. Фактами. Единовременные выплаты, премии там от 1000 долларов до миллиона, такие суммы, такие суммы, такие суммы, то есть нужны факты. Если это зеленый, что ему нужно? Ему нужно все, да. Что за компания? Сколько лет? Чем занимается? Что за прямые продажи? Почему это выгодно, да? То есть вот такие вот, я говорю, с ним будет самая долгая презентация. Самая долгая. Скажите, как вы думаете, могут ли быть желтые лидерами? Вот кроме красных, вообще все цвета. Желтые, зеленые, синие. Красные, понятно, да, они априори лидеры. Могут ли быть остальные цвета лидерами? Еще кто? Есть какие-то мнения? Еще мнения какие-то есть? Почему спрашиваю? Да, конечно, могут. 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 Да, могут, Резида. Потому что, если вот сейчас так говорить, что красные лидеры, а остальные лидерами быть не могут, да, да, могут быть. И причем они могут быть настолько качественными, эффективными лидерами и дополнять друг друга. Ну, мы сейчас об этом поговорим. Могут, естественно. Если не заглушать, вот здесь очень важно роль лидера в этой команде, да, не заглушать, не перекраивать этого человека, да, не переделывать его под себя, ни в коем случае. Да, да. Так вот, смотрите. Значит, 50-50, 50 на 50. Вы будете учиться на практике, да, и я тоже учусь этому каждый день, распознавать людей. Если даже вы научитесь распознавать только 50% из тех, с кем вы будете общаться, это уже будет круто. Это уже будет крутая конверсия. 50% ваших собеседований будут результативными, положительными. Согласны со мной? Вот те 50, которые вы не распознали, ну, предположим, да, потому что вначале все равно сложно, когда ты начинаешь на этом концентрировать внимание. Некоторым, может быть, если человек не является где-то психологом, да, ему может быть сложновато понять, какого цвета человек перед ним. Вам не стоит расстраиваться и переживать. Это, во-первых, еще раз хочу сказать, что это с практикой. А, во-вторых, вот те люди, которых вы не распознали, вы им даете свою традиционную, стандартную презентацию, в которой вы включаете понемножку все. И деньги, и путешествия. Ну, вот стандартные, да, которые мы даем. Мы же туда все включаем. И расчеты есть у нас, да, которые необходимы для зеленых. То есть вот такую общую, которая нацелена на весь вот этот вот цветовой спектр. Те, кого мы распознали, этим людям действительно достаточно трех-четырех предложений о том, что интересует именно его. Повторяюсь, да, желтым интересует помощь людям, да, и мы здесь можем говорить о том, что компания является соучредителем благотворительного фонда, и она перечисляет деньги там, благотворительность, что наши продукции, wellness, например, помогают в борьбе с такими болезнями, как онкология и так далее, да. То есть вот об этом говорим. Если это зеленый, то мы, конечно, говорим цифру, у него такая презентация будет достаточно долгая. Если красный, то про деньги. И здесь достаточно трех-четырех предложений. Вы сами удивитесь, как это будет действительно работать. В этом и весь вот этот смысл, да, этого секретного языка. Почему к нам не идут? Почему не регистрируются после того, как мы дали презентацию? Вот я вчера провела шесть презентаций. И все мне сказали, я подумаю. Ну, презентация по телефону, это не живая встреча, это, ну, да, если, конечно, это прям супер-пупер профессионально проводить, то выход должен быть 90%, да. Я таким себя и особым профессионалом не считаю, поэтому вчера сижу и думаю, либо я дурак, либо лыжи не едут, да. Шесть презентаций и все подумают. Никто не отказал, но все подумают и все нуждаются в дополнительной информации. Расстроилась я? Нет, не расстроилась, я задумалась. А потом я подумала, шесть это не сто. Да, я же знаю, что из ста презентаций двое точно должны быть, а шесть это пока ни о чем. И, возможно, что они все зеленые. Возможно, что им действительно нужна дополнительная информация. Но может быть другая причина, запросто, может быть другая причина, когда, предположим, синий дает презентацию, да, дает презентацию зеленому. Можете себе представить, как он дает, синий дает презентацию зеленому. Можете вообще вот картинку эту увидеть, что происходит, когда синий говорит и говорит, и говорит, и говорит, и говорит, и говорит. Говорит, да пойдем, тут так круто, здесь такие там мероприятия, какие праздники, вот тут банкеты, тут то, тут все, тут платье одеть. Зеленому это вообще не надо, да, то есть он думает, мне это не надо, как мне от него отвязаться, от этого синего, да. Вот. Поэтому он не соглашается, естественно. Или другая картинка, когда красный дает презентацию желтому. Говорит, так, завтра ты мне пишешь, сейчас ты заполняешь, значит, регистрационную форму, завтра ты пишешь список знакомых, 100 человек мне там высылаешь, да, приглашаешь там 6 человек, и тра-та-та-та-та-та. Желтый бедный, не знает, куда деться. Он согласия никакого еще не дала, а тут ему уже диктуют какие-то правила. И тем более, они ему не нравятся, они ему не нужны. Вот из-за этого получается такая нестыковка, да. Если вам смешно, значит, вы понимаете, о чем идет речь. Почему люди не соглашаются прийти после нашей презентации. Ну, вчера, возможно, у меня тоже такая ситуация была, да. Я в большей степени зеленый, возможно, людей не распознавала, и, как бы, говорила, вот, с позиции, я им давала зеленую информацию, вот так, вот он говорит, да, то есть я им говорила детали, какие-то цифры там, и так далее, и так далее, разжелывал. Вот один вчера точно был красный, потому что она, как бы, свернула этот разговор, она сказала, давайте вот конкретно, подетально. Вот. Вот это важно. Если мы с вами научимся, если мы с вами выучим этот язык, у нас будет здорово получаться. Так. Мы каждый с вами рождаемся определенного цвета. Вот некоторые могут подумать, вот, наверное, мне надо меняться. Нет. Меняться никому не надо. У нас у с вами, изначально у каждого свой цвет. Позьмите детей, да, в семье, а даже вот близнецов, ну, вот у Ирины мальчишки одинаковые, они разные, они разные, у каждого свой темперамент, свой характер. Даже если это не близнецы, не двойняшки, разные дети, разные дети разнополые, там, они в одной семье, они воспитываются, ну, как бы в одних условиях, но тем не менее они разные. Согласны со мной? Вот у кого детки там есть, двое, трое? Нормально. Вот. Поэтому менять свой цвет нельзя. Нельзя. А что нужно сделать, да, в этой ситуации? Нужно изучить язык. Мы же с вами учим в школе языки. Английский, немецкий, там, французский, еще какие-то. Учим. Мы не говорим на них профессионально, но тем не менее мы какие-то, если мы попадем, например, ну, да, будет золотая конференция за границей, да, поедем, поедем, поедем в Мадрид, как хорошо я сказала. Там какой язык? Мадрид. Какой там язык? Мадрид это какая страна? Да, да, очень разная, все правильно. А у меня пятеро. Ну, в смысле, не у меня лично детей, а у нас в семье пятеро, да, и мы все настолько разные, просто, ну, невероятно. Испания, да, это Испания. Испанский язык. И когда мы туда поедем, мы возьмем словарик, хотя бы элементарные слова, мы должны будем знать, да, ну, или возьмем с собой, как это называется-то, разговорник. Разговорник возьмем с собой, будем его с собой носить, если что. Если попадем в какую-то ситуацию, где нужен будет how do you do, да, или английский, мировой язык. Вот. То есть какие-то элементарные слова мы знаем. И когда мы с человеком встречаемся, с другим языком, да, сталкиваемся, ему легче понимать нас, а нам легче понимать его. И он нам благодарен за то, что мы выучили хотя бы элементарно несколько слов, для того, только для того, чтобы с ним пообщаться. Вот здесь то же самое. Мы с вами должны выучить, элементарно понимать, да, на каком языке говорят красные, на каком языке говорят зеленые, тем более, что это не такой сложный язык, как иностранные языки, английский, французский, испанский, китайский, там, я не знаю, любой. Вот. То есть здесь элементарные вещи достаточно знать, и уже будет налажен контакт с этим человеком. Но это все практика, это все с практикой. И немножко хочу сказать про команду. В наших командах важны все, все важны. И только так команда, только так мы команда, только так мы результативны, потому что один дополняет всех остальных. Там синий дополняет красного, зеленого и желтого. Желтый добавляют в эту команду своего. Это очень важно. И вот здесь важна роль спонсора, спонсора, лидера этой организации. Не заглушать цвета в своей команде, не говорить, не окрашивать всех в свой цвет. Этого делать нельзя. Иначе команда будет разваливаться. Она не будет командой. У одного получается хорошо это. То есть зеленый хорошо считает, какие-то логические идеи у него возникают, логические цепочки какие-то выстраивать. Вот к нему обращайтесь за этим. И он здорово будет помогать, генерировать какие-то идеи в команду. Желтый – это человек скорой помощи. То есть ему бы своя роль нужна. Красному – своя. Деньги, доходы и так далее. Синему – свое. И даже при организации каких-то мероприятий нужно обязательно учитывать эти цвета. Это очень хорошо видно даже в чатах наших. Мы же видим, какое количество людей общается, какое не общается. Это не значит, что люди плохие, если они не пишут в чате. Это значит, что цвет у человека другой. Что он, возможно, там, не знаю, зеленый, желтый. Может быть, ну, понимаете, о чем я говорю. И если он увидит, вот даже если вот пример с чатом взять, если он увидит там информацию, которая ему лично интересна, он отзывается. То есть, ага, вижу, там вот это написала. Значит, эта тема ей интересна, она ее затронула. Даже по чатам можно пронаблюдать, кто какого цвета. Понимаете, о чем я говорю, да? И точно так же во взаимодействии. Либо когда вы организуете какое-то мероприятие. Вот сейчас будет Новый год. И наверняка будете организовывать внутри команды какие-то мероприятия, ну, там корпоративные, ну, нужно же будет поздравить друг друга, да? Как-то с Новым годом друг друга, ну, отметить этот праздник. Так вот и распределяйтесь по цветам. Определите, кто в команде является кем. И вот эти вот обязанности, тогда организация будет шикарная. Она будет замечательной. И все праздники, все мероприятия будут проходить на ура. Этот командный дух, он будет возрастать. Вот. Ну что ж, у меня все на сегодня. Я очень надеюсь, что вот та информация, которую вы сегодня увидели, она вам поможет в работе. И я призываю вас эту информацию использовать в своих презентациях, в работе с людьми, в формировании команды. Не мерить всех одной линейкой, да? Не одевать на всех рубашку одного цвета. Так. Значит, приложение, вот, когда я, например, вот как я установила приложение, я сейчас вам скажу, какое приложение, есть ли для этой вебинарной комнаты, для другой, не знаю. Когда я зашла по ссылке, ну, вот у меня, например, телеграм в телефоне стоит, да, я в телеграме нажала на ссылку в вебинарную комнату, и мне сразу вышло предложение установить приложение. Вот оно выглядит у меня так. Как вам показать, чтобы было видно? Где? Вот, вебинар написано. Видно? Нет? Где? Написано, вебинар. Чёрненький квадратик, и в нём три цветных квадратика. То есть телефон предложил сам установить вот это приложение. Я его не искала. Но вы можете, у кого не выходит вот это, как бы, предложение, вы можете зайти в Play Market и набрать название нашей вебинарной комнаты. Или просто наберите вебинарные комнаты, там у вас выйдут. И когда вы увидите вот этот значок, чёрный квадрат с тремя цветными квадратиками внутри, устанавливаете, он бесплатно устанавливается, и вы через него можете легко зайти. Не все телефоны поддерживают, конечно, согласна с этим. Ну что, всё. Если вопросов нет, если слайды нужны, я вам могу слайды скинуть, и запись вебинара тоже будет. Поняла. Всё.